Не всякий говорящий мне Друзья мои, привет всем, мир вам Сегодня вконтакте я наткнулся вот на такую картинку И соответственно я делюсь этой картинкой в чате моего телеграм-канала Подписав под этой картинкой то, что они даже уже молятся не во имя кого-либо А просто животворящему кресту А следующим сообщением написал, что люди в буквальном смысле молятся куску дерева В ответ я получаю два сообщения от моих духовных сестер Одна из них говорит то, что большая часть молитв в этих православных брошюрках Ровно таким образом и построена А вторая сестра написала, да, но там же указано Господи А потом идет упование на крест Вот таким образом появляется сегодняшний урок Который будет находиться в плейлисте «Вопросы и ответы» Потому что, пользуясь случаем, еще раз напоминаю Сегодня утром я просыпаюсь И Господь говорит мне то, что я не обратил внимания на самое главное Друзья мои, я вас поздравляю Наше обучение подошло к концу Мы перешли к вопросам и ответам Тут же следом поступил вопрос о религиозной символике Поэтому к этому вопросу мы возвращаемся позже И начнем по порядку А теперь давайте рассуждать То есть здесь в Библии речь, понятно, идет о верующих людях Которые заблудились, которые находятся в лжехристах Или последовали лжеучителям Или вот эта категория людей, которые верю в душе То есть верю в Бога, но понятия не имею, зачем Библия нужна Кто вообще такой Иисус Христос Понимаете, вот такое верю, там не надо Но на эту тему по поводу религиозных разногласий Мы с вами говорим сначала о моем появлении Но здесь хочу заострить ваше внимание вот на чем Друзья мои, вы понимаете то, что ведьмы тоже молятся Богу И они молятся Господу Только они никогда не уточняют какому В пример возьмем певицу Бейонсе Послушайте то, о чем она говорит на 65-й церемонии вручения Грэмми То есть я специально не стал вам это переводить Чтобы вы могли прослушать и понять То, что слово в слово, то, о чем я вам сейчас скажу То есть что она говорит Она говорит, стой с этой статуэткой Да, Господи, спасибо тебе Я тебе там благодарна А еще я хочу поблагодарить моего дядюшку Которого нет с нами, умер человек Но он с нами присутствует духом И все А что произошло? Оккультизм в чистом виде То есть чем занимаются ведьмы, да? Общение с духами, да? То есть Библия говорит, что После того, как человек умирает Любая связь вообще человека умершего Умершего человека с этим миром Прекращается, ее нет Да, то есть те, кто играет на темной стороне Ведьмы, оккультисты, маги Сатана, как божий прокурор Сеет им в мысли, что все эти духи присутствуют Он им их показывает, бабушек Вот этих дедушек умерших, которые там им помогают Именно поэтому ведьмы в православии призывают вас Вопрошать ваш умерший род, понимаете? А язычество занимается тем же самым То есть православие это и есть язычество Мы не нужны ни богу, ни дьяволу, никому Мы нужны только своему роду Да, я прихожу в церковь украсть Я ворую свечи поминальные, да? Мне нужны поминальные Почему воруете? А кто мне их так даст? Ни кто их так не даст? Я ворую, мне нужна энергия скорби Понимаете? И потому что Сатана им это в голове устраивает, показывает всех Да, вот это все реально Они в это верят Они попадают в эти клетки, наручники и сидят там Вследствие чего они становятся масонами И начинают ржать над христианами Да, те, кто верит в Иисуса Христа В истинного Бога Который уже здесь прописал масонов Понимаете? Об этом подробно в уроке масонов Встречаясь с ведьмами, да, я же с ними общаюсь Некоторые из них встречаются со мной воистину Почиститься хотят А некоторые проверяют меня, понимаете? И когда ты им задаешь вопрос Ну ты в Бога-то веришь? Они ни на секунду не сомневаются Говорят, да, верю, конечно, в Бога А когда ты их спрашиваешь, а в какого Бога ты веришь? Ты веришь в Иисуса Христа? И здесь начинаются проблемы То есть сказать да быстро и так же однозначно Как то, что я верю в Бога, у них не получается Они начинают мямлить Вы понимаете? Вот то же самое сделала Бионси То есть она вышла Как масон Она вышла Поблагодарила сатану Поблагодарила своего умершего дядю Который с ними там присутствует И большая часть Зрителей, находящихся в этом зале Они, поверьте мне, они понимают, что происходило Потому что они все масоны А другая небольшая часть просто сидела и хлопала Потому что они фанаты Бионси То есть та же самая история за экраном телевизора Только в обратном порядке Те, кто понимают, что происходит, их очень мало А остальные все сидят и хлопают И смотрят на Бионси в экране Соответственно, они пристегиваются А кто эти люди? Те самые, которые верят в душе То есть они не с Богом Соответственно, вся эта магия На них начинает работать Действовать То есть их еще больше запечатают Они к Богу вряд ли вообще когда придут На православных, на католиков А это большая часть христианства Все, они запечатаны Они хлопают Бионси То есть они следуют за ней Понимаете? Есть идол, за которым они следуют Духовно следуют А те, которые воистину с Богом Они могут смотреть на эту Бионси Они могут ее даже слушать Но на них этого никакого воздействия не имеет Потому что они воистину с Богом А те, кто воистину с Иисусом Христом Они защищены Я это сказать хочу Потому что я музыкант Очень большое значение Оказывает музыка Тут много говорить не надо Если вы слушаете Пусти нахвату А тут такая на радио играет Пусти Если вы слушаете такое Ваше духовное образование Смывается в туалет А, например, если вы слушаете When you believe Когда ты веришь Музыка важна Че вы слушаете? Че вы жрете? Куда вы ходите? Сечем? Сечем Пока мама звонит Важно А те, кто воистину с Иисусом Христом Они защищены От всех этих QR-кодов От всех этих уколов От всех этих магических обрядов Ритуалов Понимаете? На нас это не имеет никакого воздействия Но нас очень мало Остальные все, еще раз повторяю Те, кто верят в душе Те, кто последовали лже-христам В виде католичества православия И претестантизм уже там же Которые последовали лже-пророками Наслушались этих лже-учителей И преподают Это же самое лже-учение В своих церквях Понимаете? Говоря то, что ты смешиваешь все религии И все то, что ты говоришь Это просто, ну, неправда Смешиваешь Ислам Нью-Эйдж Вообще к христианству Никакого отношения не имеют Нельзя их смешивать Это синкретизм И выдаешь это за Божью истину А Иисус Христос в Евангелии от Иоанна сказал Есть у меня другие овцы Говорит Иисус Христос Которые не с всего двора И тех надлежит мне привезти Говорит Иисус Христос И они услышат мой голос И будет одно стадо И один пастырь То есть если вы считаете, что Иисус Христос Говорит здесь в прямом смысле О барашках Закрывайте ваш канал Потому что вы Несете ответственность За тех, кто на вас подписан Вот и все Понимаете Они читая Они не понимают Они думают о баранах и овечках Речь здесь идет Речь-то вообще не о них Здесь речь-то о людях Вот С этим меня Господь и послал Поэтому Не важно Если вам кто-то рядом Находящийся с вами Говорит то, что Я верю в Бога Уточняйте, в какого Бога они верят Смотрите на их реакцию Как они себя ведут Как они начинают это говорить Что с их лицами происходит Каких они действий начинают делать Понимаете У них сразу какие-то начинаются Вот эти вот истории То есть Человек, который ходит во свете И воистину с Богом Сейчас говорит Господи, во имя Иисуса Да помолимся Во имя Иисуса Христа Понимаете А все остальные Начают что-то придумывать Зажиматься Они что-то не могут сказать Понимаете Вот И Опять же Вся картина Вся вот эта Божья игра Она мне неизвестна Он мне дает этих людей То есть И опять же повторяю То, что И так как Бог Показывает мне людей Либо сразу Которые занимаются магией Либо он мне Показывает их позже Чтобы они успели выдать Показать еще друзей Привезти Ну как бы Со мной это бывало И неоднократно Поэтому опять же Либо верить Либо доказывать Бессмысленно Так вот Этой знакомой Я говорю Ты связан с магией На что она мне отвечает Ты ошибаешься Я говорю Нет Ты связан с магией Да То есть Понимаете Мне вся игра Божья Естественно Неизвестна Я передаю Определенную информацию Которую я должен передать Да какой-то я еще Недороз Да какой-то я уже Давно вам ее передаю Только вы не понимаете О чем я говорю Но поверьте мне Все те Все люди С которыми я встречаюсь Они слышат Ровно то Что они должны слышать Потому что Как понимаете Прокурор И судья Они работают вместе Понятное дело И об этом говорит Книга Иова Да То есть Стана приходит к Богу И Бог говорит Окей Твой человек Душу его только Не имеешь права брать А остальное Испытывай его иди Но они то Все эти масоны Ведьмы Гадалки Язычники Они же верят В то что Это Бог Понимаете Они думают Что они меня пришли проверять А они Себя осудили И таких случаев У меня Ну как бы Много Ребят Я этим занимаюсь Поэтому Либо здесь опять же Либо вы верите Либо вы Никогда и не поверите И не узнаете А соответственно Вы не приняли Божьего посланника Поэтому Испытывайте духов Кому они молятся Но здесь опять же Палка о двух концах Давайте скажем Здесь ну как бы Не пакают То есть конец-то один Понятен Но здесь Разные Как сказать Судиться Эти люди Будут по-разному Ну давайте Градации разные Например Начнем с тех Кто просто увлекается Например Таро Или там гадает На кофейной гуще Или еще какая-то магия Да Вот они сами для себя Что-то там им Пришло какое-то Ответ на какой-то вопрос Это еще и сбылось То есть Сатана им дает То есть Бог Начнем с этого Бог дает Свободу выбора Хотите быть со мной Читайте Библию Не хотите быть со мной Хотите гореть в аду Можете заниматься Всем остальным То есть человек С собственным выбором То есть В силу того Что он не знал Его не научили Родители Его запечатали В православии В католичестве Или лжепророки В протестантских общинах Понимаете Они все запечатаны Но там-то История еще хуже Больше То есть Люди рождаются В неверующей семье И так далее И так далее Они начинают заниматься магией То есть Они просто не верят В Бога О чем он тут говорит А сатана им уже Какие-то там показал Понимаете Дела Вот Они начинают в это верить И вот когда Те люди Которые для себя Там что-то занимаются Да Чуть-чуть Ну и как бы Никому вреда вокруг Не причинили Но в наручники сатаны Они попадают Ну соответственно Понятно Что Ты не будешь Одинаково Пороть ремнем Тех кто По незнанию Да Попал в лапы сатаны И В перевес С теми Которые Осознанно Идут на это Понимая То о чем Говорится здесь И идут против Бога Вы понимаете А здесь Важно добавить То что Братья и сестры Заблудшие Если вы уже Видите Каких-либо Духов Добрых Или злых Ваши дела Плохи Так вот Степень наказания У этих людей Будет разная Опять же Вот например Возьмем Те которые Просто там у себя Дома что-то занимаются Те которые Осознанно Находясь в заблуждении Поклоняются Сатане Это мы сейчас говорим Например Про Бионсы Мне неизвестно В каких Кругах ада Она окажется После своей смерти Которая В 29 Произойдет В 29 Мы все Покидаем этот мир И каждый Просыпается там На что он Наработал Мало Кто вернется На эту планету Нейтральная планета В основном Большая часть Начнет восхождение Оттуда То есть Это я Вас должен Об этом предупредить Так вот Те которые Приходят Осознанно В масонство И немасонство К сатане Поклоняются Сатане Потому что Думают что это истина Их ты винить За это не можешь Они попали в заблуждение И находятся И сидят там Потому что Сатана Много что дает Деньги Славу И так далее Но есть Еще хуже Ситуация Знаете у кого Те о ком мы говорим В уроке Обличить ведьму То есть Церковные ведьмы Которые приходят В церковь И библии читают И молятся С вами за руки И во имя Иисуса Христа Эти Начинают С самого Днища Вот Ну как бы Опять же Это не то что Я так сказал Об этом библия Говорит Червь не умирает И огонь Не угасает Поэтому понимаете Да Те кто Попали в заблуждение В рабство Сатаны И те кто Осознанно пришли У-у-у, друзья. Вас ждут веселые времена уже начиная с 26-го года. Теперь переходим ко второму вопросу. Не помню, как точно он звучит, вот вы на экране его видите. Но суть в том, что зачем символика на священных писаниях, если это все не истина? То есть я сказал, что я попробую ответить в двух словах, чтобы опять мой урок не вышел на 40 минут, на что мне сказали, ответь, пожалуйста, развернуто, неважно, сколько это будет. По времени. Потому что мне тебя слушать интересно. Я таким людям, я всегда рад ответить максимально подробно. Поэтому начну издалека. Во-первых, существует такое ошибочное мнение, что мы все во Христе, крещеные во Христе, то есть неважно, кто вы, православные, католики, протестанты, то есть все это прекрасно, потому что мы все тело Христа. Давайте откроем Евсиам 4 глава. Одно тело и один дух, как вы, и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. То есть люди здесь говорят о том, что неважно, православный, католик, ты, протестант, да, вот о чем я сказал выше. Один Бог, Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех. Это, конечно, прекрасно, друзья, что вы так считаете, что между деноминациями не должно быть никаких разногласий. Но помимо того, что Бог один для всех, Иисус Христос также сказал, что придут лжехристы, лжеучителя и лжепророки. А в Откровении он пояснил, что эти лжехристы будут делать. Они будут пришать людей великими знамениями и чудесами, да так, что будут низводить огонь на землю пред людьми. Речь идет о благодатных ежегодных огнях, после чего большая часть из вас шлепают друг друга яйцами и говорят, Христос воскрес. То есть что к чему, вообще непонятно. Никакого это отношения не имеет ни ко Христу, ни к Библии вообще. Понимаете? И говоря о крещении, об этом есть урок крещения, Иисус Христос не сказал мазать на лбу, запечатывать ребенка крестами, то, что делает православие. Резать волосы, запечатывать это в воск, кидать в воду и водить там какие-то хороводы. Пристегивая этим младенцам вообще левых людей и нарекая другим именем. Это магический обряд. Об этом мы с вами говорим в уроке «Крестное знамение». Это не Бог вообще, никакого это отношения к Богу не имеет. Это лже-Христы, католичество, православие и протестантизм, где сидят лже-пророки и лже-учителя. Иисус Христос сказал поклонение в духе и в истине. Не на этой горе, ни в православии, ни в католичестве, ни в Иерусалиме, в протестантизме, а в духе и в истине. Дома покаяние принимаете. Просите духа, чтобы быть крещенным духом святым. Просите, и Отец даст вам, но вы не просите. А вы идете запечатывать себя в православные и католические храмы и протестантские общины. В общем, подробно о крещении в уроке «Крещение». И вот теперь, что касается символики. Давайте начнем, например, с звезды Давида. Послушайте стороннее мнение, что и звезда Давида. В сегодняшнем видео я хочу поговорить про гексограмму. Также этот символ более известен под названием «звезда Давида». Но так он называется в религии иудаизма. В магии же этот символ именуется гексограммой. В магии и в религии значения этого символа достаточно сильно различаются. Поэтому давайте обсудим, что в рамках магии значит этот символ и для каких целей он используется. В одном из прошлых видео мы обсуждали с вами, что означает пентаграмма, то есть пятиконечная звезда. Мы пришли с вами к выводу, что это символ пяти стихий, символ преобладания духом над потерей и символ человека. Углубляясь дальше, мы должны также с вами отметить, что пентаграмма – это символ микрокосма, то есть это символ внутреннего мира человека. А в свою очередь гексограмма – это символ макрокосма. И макрокосм – это мир нас окружающий. Микрокосм в виде пентаграммы и макрокосм в виде гексограммы между собой крайне тесно связаны. Изменяя свою внутреннюю пентаграмму, свой внутренний мир, свой микрокосм, маг может воздействовать на мир окружающий, то есть на макрокосм или гексограмму. И в свою очередь изменения в самой гексограмме, то есть в макрокосме, скажутся на изменения внутреннего мира самого человека. Поэтому эти два символа связаны между собой, и они означают как раз взаимосвязи микрокосма и макрокосма. Эта концепция крайне важна в магии. И эти взаимосвязи мы как раз можем увидеть в самих символах. Допустим, та же самая гексограмма состоит из двух треугольников. Один направлен вершиной вверх, а другой вершиной вниз. Эти два треугольника как раз означают две основные стихии – огонь и воду. Именно так в магии они изображаются. Огонь – это треугольник направлен вершиной вверх, а вода – это треугольник направлен вершиной вниз. В пентаграмме были эти стихии, и они также прослеживаются и в гексограмме. Также треугольник направлен вершиной вверх – это символ мужского начала, а треугольник направлен вершиной вниз – это символ женского начала. Также эти два треугольника означают связь духа и материи. Треугольник направленный вершиной вверх означает дух, а треугольник направленный вершиной вниз означает материю Поэтому соединяя эти два треугольника вместе, в совокупности этот символ начинает обозначать баланс В нем соединяются огонь и вода, мужское и женское, дух и материя В принципе и сама пентаграмма являлась символом баланса, но как мы помним в пентаграмме дух и материя не находились в балансе А гексограмма в свою очередь уже сбалансировала и эти силы Поэтому гексограмма является более возвышенным, более сбалансированным символом, нежели пентаграмма И поэтому каждый из этих символов означает определенный план бытия То есть понимаете, что вот эти лжеучителя делают? То есть про звезду Давида они говорят, что это магическая история, а про пентаграмму они говорят, что это норм. Это труп Владимира Ильича Ленина, лежащий в главной столице России. Все это магия. Все эти праздники, которые были 1 мая или 8 марта, что это праздники вот такие, на самом деле, если вы узнаете, это религиозные праздники. Думаете, вы так нужны были? Да, вы нужны были. Есть красные звезды, есть люди, знакомые с этими вещами, они очень хорошо понимают, что такое мавзолей, что такое 13 башен и так далее. Это большая наука. И все, кто это строил, и кто вводил все эти серпы и молоты, это очень, очень глубоко квалифицированные люди в оккультном знании, в религиозных науках. Именно Гелиус скрывается за статуи свободы в Нью-Йорке. Он же король солнца под псевдонимом Людовик XIV. Его же гордо носил на груди каждый октябренок в СССР. Понимаете, какой перевертыш? Все ровным счетом наоборот. И те, кто начинают верить, например, масоны, да, мне неизвестно, откуда взялась звезда Давида. Вот честно, мне неизвестно. Мне неизвестно, откуда взялся мусульманский символ, полумесяц и звезда. Да, я христианин, я был послан Господом Богом, Иисусом Христом, Отцом Небесным, для того, чтобы передать вам истину. Какие-то вещи мне открыты, до каких-то я еще не добежал. Потому что я все еще бегу в горы. И в процессе моего бега отвечаю вам на вопросы. Поэтому, что касается креста, ну, как бы, крест у нас еще с Ветхого Завета, когда Моисей вознес змею в пустыне. Понимаете, то есть это было еще до христианства. Вы, наверное, знаете, что полярная звезда находится на конце созвездия Малой Медведицы, на конце ручки Ковша. А если мы посмотрим через телескоп на конец ручки Ковша Большой Медведицы, мы можем увидеть так называемую современными учеными галактику Водоворот. И в самом центре этой галактики мы можем обнаружить и разглядеть с помощью самого мощного телескопа. Что вам это напоминает? Да, это тот самый жертвенник, стоящий у престола Божьего. Это во-первых. Во-вторых, на старых гравюрах, как мы с вами выяснили, с уроком крестов не было, где в 17 веке ни одного, там, или в 17 веке, ни одного православного креста вы не найдете нигде. Ни в России, ни в Европе нигде. Нет, просто не было крестов вообще. На каких-то единичных храмах были кресты, обычный крест. Который имел пророк Иоанн Креститель. Понимаете, крест у нас идет издавна. Но почему мы их имеем на наших священных писаниях? И то не на всех, понимаете. Во-первых, потому что аврамические религии – это три разных священных писания, это три разных инструкции путира возвращения домой. Определенное сословие людей принадлежит определенной религии. То есть иудаизму, христианству или исламу. Возвращаясь к звезде Давида, например, то есть я еще такую историю услышал, не могу найти это видео, но я давно его видел, ну вот пригодилось, что называется. То есть человек нарисовал звезду Давида и сказал, что это сатанинская история, потому что в ней зашифровано, запечатаны и буква «З», и буква «В». То есть то, что сейчас использует СВО, да. Сказав то, что это древние символы, которые, короче, как-то там были запечатаны, заблокированы высшими силами, все дела. Но если мы возьмем ведическую литературу, то треугольник, то два треугольника, то есть Бог – это и мужское, и женское начало. Два треугольника. Соединяем, вот это и есть Бог. Единое целое. Понимаете? Почему треугольники в ведической литературе? Потому что Бог, то, что мы называем Бог-Отец, да, это мы с вами обсуждали с уроком Бог-Отец. Кстати, что удивительно, в Коране очень часто и постоянно говорится «мы», 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 «не я», он говорит, да, «мы». Это еще пока вопрос для меня, но мы до него обязательно доберемся. То есть именно поэтому, да, чтобы нам проще было христианам, да, мусульманам и иудеям понять вообще, о чем речь идет. Вот нам дали три священных писания, да, в которых есть Бог-Отец. И вот это вот три единства индуизма. Надеюсь, это понятно. То есть в уроке было рассказано только про мужское начало. Ну, там же есть и женское начало. У них жены были и есть. И они постоянно вместе. Вот вам и звезда Давида. И она идет еще с ведической литературой. Поэтому что оккультисты и маги вкладывают в это, это их дело. Понимаете, когда, если вы верите в то, что вот звезда Давида – это сатанинская печать, ну, она на вас и действует таким образом. Понимаете? А православные считают, что крест животворящий спасает. То есть крест, который появился всего лишь там 200 лет назад, понятное дело, кто их там спасает, кто дает силу, кто исцеляет. В своих определенных интересах. Понимаете, в чем дело? Именно поэтому Господь, Иисус Христос сказал, что в духе и в истине. Не давайте никаким идолам в виде крестов, икон, чего бы то ни было, никакой силы. Не давайте свою энергию в это. Потому что когда вы начинаете кланяться в это, верить, это вас в итоге и погубит. Именно поэтому Библия много и часто говорит об идолопоклонничестве. Это вторая заповедь. Вторая, друзья мои. Никаких идолов, никаких изображений. Так прямо говорится. А то, что, чему вас научили лжеучители в виде святых отцов в католичестве и православии, это уже придут лжехристы и прельстят многих. Понимаете? Поэтому если на священных писаниях есть, вы видите какую-то символику, ничего страшного. Это просто, чтобы понять, что окей, это Библия. Хотя вот, нужно просто купить с надписью Библия, да? Опять же, я бы не стал брать Библию с православным крестом. Ну, я бы ее и не взял до того, пока я стал посланником Божиим. Потому что я не православный. Слава тебе, Господи. Понимаете? Ну вот, на моей Библии никаких символов нет. А если у кого-то есть, ничего страшного. Вы не молитесь этому кресту. Вы изучаете слово. Поэтому все окей. Ну, а от идолов, типа, икон, распятий, вы должны избавиться. Убирайте это из своего дома. Это все идолы. Вы понимаете, что у ведьм в их коморках есть и распятие Христа, и иконы. И они вас там отливают. Вот эту всю историю проводят. Они, это им не чуждо вообще. Они не гнушаются ничем этим пользоваться. Говорят, что они от Бога. Понимаете? Только не уточняют, какого Бога. Либо мямлят, сидят. Но суть-то в том, что вы уже переступили ее порог. Вы дали свое согласие, дальше она вам может говорить все, что угодно. Вы уже ее. А, соответственно, его. Вот такая связь. Вот это и есть. Столы менял. Обмен произошел. Вы им душу, они вам какую-то помощь. Ножку полечат, ручку полечат. Не знаю. С бабушкой вас сумершие сконтактируют. Вот и все. Такие фокусы духовные, понимаете? Продолжаем. Ефесянам 4 глава, 11 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками. Да, это вопрос к тому, что Иоанн Креститель, опять же, был последним пророком. Да не последним пророком он был. Вернее, он был последним пророком Ветхого Завета. А потом Иисус Христос сказал, посылаю новых пророков. Евангелие уже. На эту тему есть два урока. Исполнить закон и печать пророков. То есть, сегодня печать пророков это я, друзья мои, для всех. И для мусульман, и для христиан, и для иудеев, и для ведов. Я. Печать пророков. В 29-м году мы все уходим домой. Все, кто уходит. Так вот, Иисус Христос, Господь наш, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пасторами, иных учителями. Но он также сказал, что есть и лжи учителя. Поэтому я еще раз повторяю, когда вы говорите то, что Евангелие говорит об Антихристе, равносильно говорить о том, что Евангелие не раз говорит о посланнике Божьем. 25-й. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждой ближнему своему, потому что мы члены друг к другу. Понимаете, я не могу не говорить, потому что я послан был с истиной рассказать, кто, где, в чем заблудился. Поэтому это не какая-то моя личная инициатива. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Друзья мои, я еще раз повторяю, я не ругаюсь, я громко доказываю, объясняю, почему я прав, потому что время последнее. И не давайте место дьяволу. Да, вот эти раздражители ежедневные, которые мне пишут, говорят, какой я такой-то и такой-то, мы с этим не согласны, докажи нам, да кто-то такой. Вы понимаете, что это ежедневные пачки детей сатаны, потому что за ними стоит дух его. Да, наша борьба не против крови и плоти, а против духов, злобы поднебесных. То есть люди, не понимая, находясь во власти сатаны, считая, что они знают священное писание, слово Божие, начинают мне вот это писать. А я-то один. Поэтому вот здесь он предупреждает, да, как бы тебя не тормошили, не ведись на это, старайся на это не вестись. Но это невозможно, поэтому иногда я отвечаю, потому что я человек и отвечаю ровно на том уровне, на котором люди задают, который люди задают. Поэтому, друзья, но опять же, я никогда не перехожу на личности, я никогда не перехожу до дозволенных мне границ. Да, и чаще всего я отвечаю стихами из Библии, что не нужно кидать бисер пред свиньями. Возвеселится праведник, когда увидит отомщение. Руки свои омоет в крови грешника. Никакое гнилое слово да и не исходит из ваших уст. Вы слышите, друзья мои? А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. То, что я читаю в ваших комментариях время от времени, личными сообщениями, это ровно противоположное. То, о чем говорит послание Евсианам? То есть, пасторы себе позволяют вещи, которых они не должны себе позволять. А что говорить о людях, которые верят в душе? И не оскорбляйте святого духа, которым вы запечатлены в день искупления. То есть, вы понимаете, дух святой живет в каждом из нас. А через меня Господь еще и говорит вам. То есть, все ваши обвинения, оскорбления в мой адрес, они прямиком идут к нему, друзья мои. Вы спорите не со мной, а спорите с ним. Вы ругаетесь не со мной, вы ругаетесь с ним. А судимся мы нашими словами. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою, да будут удалены от вас. Вы пока не понимаете то, что происходит, потому что вы не взяли свое время и не посмотрели хотя бы пару уроков. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Как и Бог во Христе простил вас. Друзья мои, я ни на кого из вас зла не держу. Я понимаю, как вам тяжело понять, принять то, что посланник здесь прописан оказывается. То есть православные ждут царя, правителя Руси, который пришел и говорит, что православие это лжи Христы. И начинается. Ааа, вот такой ты такой. Мусульмане ждут пророка Аису. Пророк Аиса пришел. Вот. И когда ты говоришь мусульманам, друзья, я все, я тут уже, конец 29-м начинается. Ааа, ты такой-то, какой-то. Понимаете? Ну, иудеи, понятно там вообще бронь. Я имею в виду, ортодоксальные, те, которые не во Христе. Но бронь-то везде, понятное дело. Бронетанк. В танке и в бронежилете человечество находится относительно посланников божьих. Это не только со мной, это со всеми посланниками божьими та же история. Поэтому, друзья мои, я все прекрасно понимаю. Та же история от ведов, которые одни вообще не ждут аватара-калки, вторые понимают, что он должен прийти сейчас, но говорят, что это я. Там тоже начинается, началось. Можете почитать под видео, под уроком калки, знающие веданты. Я имею в виду, комментарии можете почитать. Ну, если они их еще не поудаляли, потому что комментаторы сначала комментируют, а потом начинают смотреть, а потом они начинают удалять свои комментарии, понимаете? Вот. Но не все удаляют, потому что не все смотрят, понятное дело. Именно поэтому, друзья мои, я ни на кого звание держу, я понимаю, как вам тяжело, но вас 8 миллиардов, а я один. Кому обиднее? Вот. Поэтому, опять же, но я не обижаюсь, правда, не обижаюсь. Я жду с вами диалогов, я жду от вас вопросов. Вы можете задавать ваши вопросы в чате нашего Телеграм-канала, но также вы их можете задавать под любым видео, в виде комментариев. Я всегда отвечу либо текстовым сообщением, либо скажу, назову название урока, который отвечает на этот вопрос. На все вопросы есть ответы, вообще на все. вот нет такого вопроса, на который я еще не ответил. Те, которые касаются, опять же, спасения. А если мы берем Священное Писание Библии, то на Евангелие, в Евангелии я могу ответить на весь, на любой вопрос. В Ветхом Завете нет, потому что многих книг я не знаю, они мне пока не открыты, и они мне не будут открыты, потому что там происходят какие-то старые разборки, которые к спасению сейчас, ну, в некоторых местах, в книге царств, там, в книгах царств, которые к спасению сейчас не имеют отношения. Поэтому, может, мы даже их и проходить не будем. Вы понимаете? Но некоторые книги Ветхого Завета, они были открыты. Например, посмотрите урок Руфь, посмотрите урок Иерихон. Это невероятно интересные уроки, касаемые наших дней и времени Великой Скорби. Урок Четвертое Царство, урок Елисей. Это нереально классные уроки, в которых Господь открыл сокровенные от создания мира. Что означают эти 42 ребенка, плюющие в Елисея? Понимаете? Речь идет о времени Великой Скорби. Но пока вы не посмотрите, вы не узнаете. Поэтому, друзья мои, все в ваших руках. Я желаю во всем мира, милости и богословений. Задавайте ваши вопросы, я буду рад на них ответить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вы когда-нибудь задумывались, почему, если вычесть все противоположные числа на часах в сумме получится 6. Вот почему. 6 – это число времени, пространства и материи. 60 минут в часе, 60 секунд в минуте, 24 часа в сутках, 2 плюс 4 равно 6. В общей сложности получается 666. У куба 6 сторон, и именно эта геометрическая форма порождает материю. Все внутри физического мира имеет 6 сторон. Вверх, вниз, вправо, влево, назад и вперед. Мы живем в трехмерном физическом мире, где все имеет 6 сторон. Крест Иисуса представляет собой развернутый куб. В Мекке поклоняются черному кубу и знаменитой игрушке Джека в коробке. Куб символизирует физический план, треугольник символизирует эфирный план. Чтобы спроецировать свое сознание за пределы физического плана, где мы не связаны временем, пространством и материи, вам придется мыслить нестандартно. Мы созданы из углерода, а углерод состоит из 6 протонов, 6 нейтронов и 6 электронов. Тело это знак зверя, потому что это отметка времени, пространства и материи. Вот почему Библия говорит, что Сатана это бог этого мира. Сатана это Сатурн, Сатурн бог этого мира. Сатурн это по сути компьютер, в котором мы находимся. Друзья мои, спасибо за просмотр. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить ни одного видео. Также я есть на платформе Рутюб и Дзен. Делитесь моими уроками с братьями и сестрами. Пожалуйста, пожертвования всем тем, кто жертвует. Да благословит вас Отец Небесный во имя Иисуса Христа. В вашей книге уже будет эта запись, что вы сделали, а те поблагодарили Господа Бога за то, что вот кто-то сделал. Вы понимаете, вот это и есть духовный вклад. Библия вся она об этом. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечный обитель. За каждое добровольное пожертвование Отец Небесный благословляет. Для Бога нет ничего невозможного. Настало время объединить наши усилия в этой финальной битве Армагеддон. И я еще раз благодарю вас всех за вашу поддержку. Но факт остается фактом. Я пришел предупредить и готовить вас ко времени великой скорби. Божьих вам благословений во имя Иисуса Христа. Аминь. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова